Три года назад концерны Ford и Volkswagen создали альянс, дабы вместе работать над рядом проектов, разделив затраты. Первым пунктом программы стало создание общей линейки коммерческих моделей. Так, каблучок Ford Tornado Connect нового поколения представляет собой перелицованный Volkswagen Caddy актуального образца на платформе MQB. Впрочем, визуально Ford выглядит иначе. У него полностью другая передняя часть кузова, а также переоформленная корма с иной пятой дверью и рисунком фонарей. В салоне отличий заметно меньше. Интерьерщики лишь слегка подправили форму передней панели, плюс взяли характерный декор из фордовских каталогов. Вся техника чисто volkswagen'овская. Только бензиновый мотор TSI переименован в EcoBoost, дизеле TDI в EcoBlue. А еще Tornado Connect впервые готов предложить преселективный робот и полный привод. В Европе продажи стартуют следующей весной. Клиентам предложат длинную и короткую версию. Притом для обеих за доплату доступен трехрядный салон. Помимо стандартных пассажирских каблучков, в гамме есть любопытные версии Active и Sport. С внедорожным и спортивным обвесами соответственно. А позже гамму дополнит чисто грузовое исполнение. Кстати, следующей совместной моделью Форда и Фольксвагена будет пикап. Новый Рейнджер и Амарок. Но эту машину уже разрабатывает Форд. Семейство Форд Мондео вскоре оформит пенсион, оставив формальным наследником кроссовер Ивос. В Китае так точно. Хотя головной офис марки пока осторожно уточняет, что пятиметровый лифтбэк не будут продавать нигде, кроме Поднебесной. Предсерийный вариант Ивоса народу предъявили этой весной. А сейчас выкатили товарную версию, которая, впрочем, ничем не отличается от выставочной машины. И это хорошо. Дизайн отделу стиля определенно удался. Также похвалим крутой интерьер, где тачскрин медиасистемы имеет диагональ 27 дюймов и ширину больше метра. Огромный дисплей можно занять одним приложением или разделить на отдельные зоны по разным темам. Под капотом скрывается двухлитровый турбомотор, с которым состыкован классический автомат на 8 ступеней. Привод строго передний. О возможной гибридизации или электрификации пока молчок. Выпуском Ивосов займется совместное предприятие Чаняньфорд. В Китае новинка будет стоить разумные 35 тысяч долларов или 2,5 миллиона рублей на наши деньги. Но об экспорте, как говорилось выше, пока что речи нет.